МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, соседка. Здравствуй, Сережа. Давай, пакеты помогу. Да, не тяжелый, я уж почти дошла. Давай, сказал, давай. Ой, а нагрузила-то? Да вроде понемногу всего взяла и набралось. Дедушка же опять на пасеку уезжает. А, дед у тебя зашибенный, все бывший мент. Участковый, тот же воспитатель. Так ты по его стопам воспиталкой? Воспитателем. Прости, Аська, я ж необразованный. Бери надо мной шефство, а? А давай посидим сегодня где-нибудь? В кафе там или в кино? Сереж, мне некогда. Да и тебе не надо тратиться. Ты работу-то нашел? Я на зоне напахался. Сейчас можно немного и посычковать. К тому же помогаю дружбану, тачки чинить для бабки. Может, тебе лучше что-нибудь постоянное найти? Уже воспитываешь? Уже. Здорово, дед. Че, сдох, мамонт? Ничего не сдох. Сейчас аккумулятор заряжу и побегает еще. Ага. Ну, так что, может, в разгончик? Ну, а на пасеке кто дедушке с разгончиком помогать будет? Ну, ж лучше хорошо аккумулятор зарядить. Давай пакеты. Держи. Держи. Да. Хорошая у тебя внучка, дед. Жену бы мне такую. Посвататься, что ли? Ты работу сначала найди, жених. А потом сватайся. Семью-то ведь кормить надо. А чего вы меня все лечите, а? Лучше бы кивнул бы на меня, вон, Аськи. Нет, я сосед в сердечной, где вахта не советчик. Пусть сама решает. Жаль. Ну? Жаль. Я б с нее пылинки сдувал. Ладно, дед. Пойду я. Забор доделывайся. Доделывай, доделывайся. Доделывай, дед. Дальвай. Пойду я. Делывай. Дедуль, я тебе там рюкзак собрала, я на работу. Ай! 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 Что с тобой случилось? Голубь под ноги упал. Видно, в полете помер, бедолага. Как жалко. Ну, жалко. Все мы тут не вечные, и у птиц сердце есть, и тоже может остановиться. Это какая-то плохая примета. Дедуль. Ну, перестань, перестань. А если что-то случится? Во-первых, уже случилось. Ну, кикстартер тоже сломался. Юля, надо сварщика искать. Серега, говорил, у него какой-то друг там, Владимир. Надо похоронить. Иди, иди на работу. Иди, иди. Я сам похоронил. Иди. На маршрутку до города опоздаешь. Ой, Господи. Дедки уснули? Да, уложила. Ну, ты можешь уйти, я сама доделаю. А чего такая странная? Случилось что-то? У меня сегодня под ноги голубь попал и умер. Мне кажется, что это к несчастью. Ась, ты серьезно? Ерунда какая. Ты что, бабка глупая, чтобы верить в приметы? Да я просто так испугалась. Да ладно тебе. Чего, голубей дохлых не видела? Слушай, ты мне лучше расскажи, как там твой поклонник? Тань, ну, чего о нем говорить? Ты же знаешь, что он мне не нравится. Можно я не буду спать? Я не хочу. Конечно. А ты не будешь спать. Ты просто тихо полежишь и маму подождешь. Хорошо? Хорошо. Борька, Алис, что за проект-то парень замутил? Да я знаю, не больше твоего. Борька, не прибедняйся. Ты же мой не чужой человек. Мальчики, привет. Сплетничаете? Нет, завидую перспективам Бориса. Бера, мы можем как-то менее активно демонстрировать наши отношения на работе? Боря, вообще ты гордиться должен, что я выбрала именно тебя. Папа точно приедет сегодня? А то он уже всю неделю не появлялся дома. Да, да, едет. Министерство сдержали. Только что звонил, велел дожидаться. У нас везет какие-то важные новости. Ну, давай тогда дожидаться вместе. Борь, а сделай мне кофе, пожалуйста. Борь, покрепче. Да, да, да. Все одобрено. Дали зеленый свет. Коттеджному поселку под Игнатьевском быть. Поздравляю, Юрий Львович. Такую схему пробили. Так. Вы там тоже не расслабляйтесь. Маневренное жилье населению подбирайте. Само собой, Юрий Львович. Я пришлю своего человека. А, все. На связи. Здравствуйте, Юрий Львович. Привет. Здрасьте. Папочка, привет. Борь, подержи. Ну, куда ты пропал? Я же соскучилась. Ну, прости, дочка. Дела. Ой, знает он, какие у тебя дела. Набо себе, у тебя у Карина зависел. Ладно. Я к тебе по делу. Пошли тогда в кабинет. Борь, подожди меня, пожалуйста. Ну, чё, я угадала? У Карина тусил? Так, слушай, ну, хватит. Давай к делу. Сегодня закрытие кинофестиваля. Пригласительные, которые ты просил, я достал. Пап, мне же еще платье нужно. Что-то особенное, чтобы быть на уровне столичных гостей. Не в этом же ехать. Ох, избаловал я тебя. Вот что значит без матери-то воспитывать. Надо было жениться. На ком? На Карине? Она же почти моего возраста. Слушай, ну, перестань. Ты ведешь себя просто непотребно. Ну, давно уже пора за ум-то взяться. Ты бы хоть в институте хвосты сдала. Ну, сколько можно в академках сидеть? Я, между прочим, всегда и все… Всего добивался сам. Да-да-да. Ты мне еще про деда Столивара в сто первый раз расскажи. Ну, знаешь, если понадобится, и в сто первый раз послушаешь. Столив, пап, ну прекрати. Зачем мне эта карьера? Я же девочка. Ну, ты сам мне всегда говорил, что для женщины самое главное – это удачно выйти замуж. Ну, вот и выходи. Пускай муж тебя содержит. Пап, я не поняла. Ты мне денег дашь? Ай, хорошо. Переведу на карту. Папуль. Папуль, ты прелесть. Спасибо. А платье мог бы и Борис купить. Пап, ты же знаешь, кака у него зарплата. И, кстати, пора бы уже ему дать нормальную должность. Я считаю, что он этого заслуживает. Посмотрим. Вот сейчас он получит одно задание. Если его выполнит, я его назначу начальником отдела. Чего? Ты серьезно? А замом своим слабо? О, папа. Это, вообще-то, мой будущий муж. Слушай, ну, рано еще. Ну, ты лучше его ко мне позови. Хорошо, я позову. Только ты его, пожалуйста, не задерживай. Нам еще платье выбирать. Привет, Дебуль. Ну, что, отработала? Да. Всех детишек раньше разобрали. Успею тебя проводить. Да ничего не получится сегодня, Ася. Ты видишь, что творится-то у меня тут. Дедуль, ну, может быть, уже пора новый мотоцикл покупать? Ой, да на какие шиши-то, Ася. А потом зачем? На мой век хватит. Я вон сейчас карбюратор промыл, Серегу стартер заварит. Насчет Сереги вот хочу сказать. Руки-то у него золотые, а голова-то дурная. Ты поосторожней с ним. Я, конечно, все понимаю, Ася. Все твои подруги уже замужем, и тебе пора семью-то создавать. Дебюля. Я не собираюсь замуж. Я еще не встретила того единственного. А как встречу, ты узнаешь об этом первым. Хорошо? Хорошо. А теперь пойдем в дом. Я буду греть ужин и тебя кормить. Кормить всегда, пожалуйста. Окраина Игнатьевска, поселок Медовый. Здесь мы будем строить коттеджный поселок Медовая долина. Красиво звучит. Угу. Звучит-то красиво, но там более двадцати развалюх непонятных. Плесень, от которой нужно избавиться. Развалюхи сносим. Строим малоэтажный бизнес-класс. Коттеджи со свободной планировкой и панорамным остеклением. Там такие виды. Такие просторы. А как быть с местными? Ну, у аборигенов есть два варианта. Первый. Они переселяются в маневренный фонд и ждут от нас квартиру. Второй. Они сразу продают нам дом и сами себе покупают жилье. Второй вариант нам выгоднее. Поэтому твоя задача предварительно прощупать аборигенов. Это в каком смысле? У многих есть свои скелеты в шкафах. Главное их найти и использовать в нужный момент. Хотя бы один человек продаст по кадастровой стоимости. Тогда и другие согласятся. Так что езжай туда отдыхающим, веди себя аккуратно и ничем себя не выдавай. Уже почти мой родственник. Твой отец – наш поставщик. У нас одна общая задача – сделать этот проект максимально выгодным. А самое выгодное – скупить по дешевке у них участки. Ясна задача? Да. Думаю, справлюсь. Ну, вот и отлично. Выполнишь задание – сделаю тебя своим замом. Пора тебе расти. Привет. Наконец-то. Лера, тут такое дело. Видимо, вечеринка… Ой, спасибо, не надо. Вечеринка отменяется. Меня твой отец завтра в командировку отправляет. Боря, ты офигел. Мне там что, в одно лицо отсвечивать? Ну, мне еще собраться надо. Ну, тусы такого уровня в нашем городе бывают не каждый день. Там же все звезды будут. Мы едем, Боря. И точка. Да давай просто проведем время вместе. Поехали ко мне. Ну, вот на красной дорожке и проведем. Пофоткаемся, потусим со всеми. А потом поедешь. Лера, я надолго уезжаю. Боря, я не понимаю, тебя вообще не волнуют мои интересы? А какие у тебя интересы? Вот эти вот пати? Автопати, мегапати. Все? Закончились интересы? И подруги у тебя такие же? Ты их вообще терпеть не можешь. Может быть, ты и папу моему ненавидишь? Значит, по поводу своего папы ты мою позицию знаешь. Я считаю, что ты не должна брать у него деньги. Мы с тобой взрослые люди. Уже мы давно поженились и жили самостоятельно. Если ты хочешь пожениться, то сначала купи дом, как у нас с папой. На дом, как у вас с папой, я пока не заработал. Но я могу снять приличную квартиру. Так. Все, хватит. Я не хочу сейчас и здесь обсуждать наши дальнейшие планы. Лера, стой. Лера, стой. Ты едешь? Значит, еду одна. – Привет. – Боречка, здравствуй, милый. А ты че, без Леры? А у Леры, как всегда, бурная, публичная жизнь. Опять поссорились? Ну, не ссорьтесь, сынок. Ну, она молодая, обтешится. Господи, скорей бы поженились. Лена, что ты лезешь? Ну, он взрослый мужик, сам разберется. Ну, куда сухомятку? Садись, давай. А ты газету убирай. Давай тарелку. А у меня завтра командировка. Опарин меня отправляет в Медовую. Это что это за Медовый? Будем строить там элитный коттеджный поселок. Вот надо разведку провести. Мне, правда, это не очень нравится. Откажись, раз не нравится. Никто ж мне не уводит. Да. Давайте еще поссорьтесь с Сапариным. Боря без работы останется, наша фирма без заказов. Думаете, ему больше негде стройматериалы закупать? Вот так. Вот так. О, ты смотри, как новенький, Серега. Спасибо тебе. А, спасибо, дед не булькнет. Пузырь с тебя? Не булькнет? Не. На-ка вот, купи себе что-нибудь полезного. Сам я не пил и тебе не советую. Да ладно, шутканул я, дед. Бабке носа передам, его навар. А меня уму разуму учил, и на том спасибо. Да вот, не научил видать. Ну, погоди, еще не вечер. Породнимся, научишь. Ладно, пойду я. Нос меня уже ждет. Аське привет передавай. Передам. Давай, бывай. Пока. Пока, дедуль. Классная деваха. Сам знал. Так чё ты телишься? Женился бы, да щи с пампушками трескал. Они огурцы немытые. Да я к ней так и этак. Без толку. Ломаются. Точно тебе говорю. Они все одинаковые. Ты понапористей. Бабы? Они ведь самцов любят. А ты сопли жуешь. Надевай. Давай. Привет, принцесса. Скучаешь? Сереж, мне некогда скучать. А ты иди домой и поспи. Аська, а ты че? Ну, я ж серьезно. Я ж жениться могу. Руб даю. Сереж, ты пьян. Ты че от меня шарахаешься? Я тебе че второй сорт, а? Сережа, отпусти меня. Отпусти меня. Отпусти, сказала. Помогите! Убери свои руки от меня! Помогите! Сережа, отпусти. Отпусти девушку. Ты кто такой? Тебе че надо, а? Я сказал, отойди от нее. А я сказал, не лезь. Хватит! Остановитесь! Хватит! Прекрати, послушай меня. Ты обратно в тюрьму хочешь? Еще увидимся, урод. Тихо, тихо, тихо. Успокойтесь. Все хорошо, он ушел. Слышите? Тихо, он ушел. Я рядом, все хорошо, вы в безопасности. Сейчас мы, сейчас мы с вами пойдем в полицию, напишем на нее заявление. Нет, не надо. Спокойно. Успокойтесь. У вас кровь. Пойдем все я обработаю. Дядя, пустяки. Больно, да? Ерунда заживет. Пожалуйста, не смотрите на меня так. Простите, просто вы такая красивая. А вас как зовут? Ася. Очень приятно, я Борис. А вы, наверное, к нам недавно приехали? Сегодня. Получил отпуск и решил воздухом подышать. Вот гулял, любовался местностью, потом слышу ваши крики. Вот так я здесь и оказался. Ася, у вас случайно в доме нет свободной комнаты? Да, есть. Мне нужно с дедушкой посоветоваться. Я сейчас. Ага. Ага. Тебе сейчас без дела не звони. Я зарядку забыл. Разрядиться нечем будет зарядить. Я привезу тебе зарядку. Целую, дедуль. И я целую, конечно. Давай, пока. Борис, привет. Я только проснулась. Короче, рассказываю. У тебя все прошло прям грандиозно. И платье у меня такое шикарное было. Я вообще прям звезда была. И ты представляешь, меня за актрису принимали. Прикинь. Ну, в общем, посмотри сторис, зацени. Да, обязательно. Сейчас пройдусь про красные ковры и дорожки до деревенского сортира. И все заценю. Как я доехал, где я поселился, тебя не интересует. Я правильно понимаю? Боря. Ну, Боря. Ну, чего ты доишься? Ну, первый раз, что ли, с тобой ругаемся? Конечно, меня волнует, как ты заселился. Ну, сделай фотку комнаты за детки. Хорошо. Все, давай. Пока. Простите. Ваше постельное белье. Спасибо. Надеюсь, вам будет комфортно. Мне будет максимально комфортно, если мы с вами перейдем на «ты». Лерочка, там Нина пришла. Открывать? Конечно, открывать. Ты чего? Пускай в гостиной подождется сейчас. Я, кстати, по делу пришла. Кто бы сомневался? Подруга. Смотри, что принесла. Продать срочно над деньги нужны. Зацени. Ух ты. Прям лакшери. Дизайнерская. Вижу. Ой, очень тебе идет. И твои пальчики изящно смотрятся. Ну, что, купишь? Ну, ты же знаешь, что я перед фестом все спустила. А Боря? Не откажет же он своей любимой? Хм. Слушай, ну, папа Борю в какую-то командировку отправил. Медовый. Что это такое? А связи с этим медовым нет? Позвони, вы скоро женитесь. А вот такого кольца ты не найдешь. Окей, давай только попозже. Мы с ним слегка в контрах. Ну, не до конца помирились. Я думаю, что нужно выждать еще пару дней. Ладно, пару дней – не проблема. Боря! Смотри. Отправил фотку из комнаты своей. Ну, жесть. Чего? Ну, пять звезд. Ну, да. А что это твой Боря? Такую убогую квартирку ты снял. Там, наверное, хозяйка-красотка. Ну, не боишься? Там какую-нибудь аборигеночку себе снимет, она его зубами щелк и уедет в город с ним. Знаем мы таких заболеть. А зачем ты мне предлагаешь кольцо, если ты считаешь, что мой Боря изменник, а? А? Да шучу я, успокойся. И кольцо отдай. Берешь или нет? Если оставишь, то я попытаюсь придумать с деньгами что-то. Ладно, договорились. Бери еще. Спасибо. Очень вкусно. Ась, послушай, а почему ты не хочешь заявить на этого Сергея? Он недавно вышел из колонии, и если я на него заявлю, его опять в колонию отправят. А за что он сидел? Ограбил с дружками обменный пункт. Там еще охранник погиб. Ему семь лет дали. Его мама так переживала. Разболелась, зачахла. Так и умерла. Сволочь он, а ты его жалеешь. Как кстати его фамилия? Моторкин. Да он уже расплатился за это. Семь лет колонии. Я считаю, что у каждого человека должен быть шанс измениться. Такая-то, конечно. Пойду посуду помою. Далер. Борь, привет. Видела фотку. Я в шоке. Понимаю, каково тебе там. Да, это я на самом деле сдосадно говорил. Тут мило, чистенько, уютно. Да и тем более я же не отдыхать приехал, а работать. Миленький, потерпи. Это ведь все ради нашего благополучия. Борь, а помнишь, ты перед отъездом намекал мне насчет женитьбы? Тут просто Нина как раз кольцо продает. Оно такое шикарное. Я подумала, может быть ты мне его купишь? Лера, то есть ты мне сейчас позвонила, потому что тебе опять нужны деньги, да? Все равно же придется кольцо покупать. А у Нины дизайнерское. Если я его сейчас не заберу, она еще кому-нибудь продаст. Пусть продаст. Я вернусь и сам выберу тебе кольцо. Да пошел ты. Спокойно. Успокойтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Заходи на музыку «Ла Белый Луган» Субтитры сделал DimaTorzok Аська, ну, да ты чё? Я же с миром. Ну, дурак, прости. Я вообще не знаю, что она меня вчера нашла, правда? Я не напишу на тебя заявление, а ты оставишь меня в покое. Аська, я сейчас уйду. Но ты мне очень нравишься, слышишь? Сереж, не вынуждай меня звонить в полицию. Что случилось? Ай, да ничего. Доброе утро. Доброе? Что этому бандиту было надо? Извиняться приходил. Сказал, что одумался. Давай помогу. Да нет, я сама. Ты лучше иди погуляй. Смотри, какая погода хорошая. Вместе веселее. Тем более, тебе, наверное, на работу уже пора. Да. Я сегодня во вторую смену. Так, может, вместе погуляем? Я на завтрак оладушки приготовила. Но если ты не любишь… Я люблю. Тогда будем завтракать. Давай завтракать. А ты с медом. Так вкуснее. Спасибо. М-м-м. Очень вкусно. У меня бабушка в детстве в деревне тоже на завтрак постоянно оладушки готовила. Я их очень любил. Сейчас, правда, бабушки нет. Сам я их готовить не умею. А хочешь, я тебя научу. Да. Хочу. Слушай, может, правда, сегодня немножко погуляем? Покажешь, как вы тут живете. Про местных расскажешь. А почему тебя местные интересуют? Ну, меня интересует все, что тебя окружает. Бери еще оладушки. Угу. Как же здесь у вас красиво. Вид просто на миллион долларов. Асюд, а почему такое интересное название «Медовый»? Держи. Так у нас тут медоносы сплошные. Многие пасеки держат, мед делают. У нас здесь рай на земле. Там бор с реликтовыми кедрами. Летом мы там ягоды собираем. Сначала землянику, потом бруснику. Осенью по грибой ходим. И сколько, интересно, в этом раю примерно стоят дома? Я даже не знаю. Я и не слышала, что кто-то собирается дом продавать. А ты почему интересуешься? Да так, подумываю, может быть, у вас тут дом прикупить. Стой. Опа. Вот так хорошо. Сера, ты чего хмурый такой? Башка шо с будуна гудит. У меня заначка есть. Можно здоровье поправить. Хорош. Ну, поправлялись уже. Вообще, залежу. И так натворил уж по пьяной лавочке. Чего опять? Того опять. Тебя послушал, пошел к Аське приставать. А с ней нельзя так. Обиделась она. Еще и с этим городским помахался. А что с городской? Комнату у Кораблевых снимает. Может, у них лямур. Потому и нос от тебя воротит. Задобрить мне виновь. Может, подарить чего? Отличная идея, Серый. Вот тачку дошаманим, продадим. Купишь, Ася, шмотку какую-нибудь и будет у вас все зашибись. Вперед. Труба зовет. Отца я не знала. Мама мне обещала о нем рассказать. Там заболела, умерла. Мы с дедушкой вдвоем остались. Поэтому дом мне напоминает о маме. Это болезненные воспоминания. А ты не думала, может, дом продать, да переехать отсюда? Нет, что ты. Я хочу, чтоб в этом доме счастье поселилось. Муж, много деток. И мы живем в этом чудесном доме. А мама смотрит на нас оттуда и радуется. Я о себе рассказала. Теперь твоя очередь. Да мне особо нечего про себя рассказывать. Обычно менеджер получил отпуск, вырвался наконец. Знакомые вот кивнули на ваши медовые, дескать, места красивые. Ну, а сейчас всерьез думаю, может, мне тоже здесь дом купить. Родителей перевезу поближе к природе. Можно? Да. Это русалка, похоже. Ладно. Заболтались мы. Мне на работу пора. До вечера. А что за прелесть эта Ирочка Макарова? Ну, посмотри. Талантливая девочка, правда? Слушай, скажу родителям, пусть ее в художественную студию отдают, да? Ась, а ты чего какая-то странная? Тань, мне кажется, я в квартиран-то влюбилась. И не знаю, что с этим делать. Господи, Аська, ну ты глупая какая-то. Что делать? Радоваться? Он-то в тебя тоже небось влюбился? Нет. Чего он такой? А ты какая? Такие, как ты, они, знаешь, редко сейчас встречаются. Вот можешь не сомневаться. Я почему-то боюсь. Я все время почему-то вспоминаю эту мертвую птицу. Тебе здесь что надо? Зачем фотографируешь? Тебе здесь что надо? Зачем фотографируешь? Слушайте, решил запечатлеть. А вы не скажете, сколько такой стоит примерно? А чего мне с тобой цену обсуждать? Я свой дом не продаю. Так может, ваши соседи продают? Соседи у нас многодетные. Здесь и огород, и природа хорошая. И вообще у нас поселка, никто съезжать не собирается. Иди с миром отсюда. Нечего здесь фотографировать. А что-то мы-то все вынюхаем и высмотреваем, а? А тебе какое дело? Что-то ты не особо на отдыхающего похож, турист. Тебе что-то надо? Да вот, дом купить собираюсь. Тебе на дом в миндовом бабок не хватит. Даже если последние трусы продаж, дебил. Если хватит. Ага, хватит. Соседи в том году за три ляма дом продали. Тормозни. Чего еще? Я тебе ничего сказал. Еще раз возле Аськи уижу, я тебе голову оторву. Ты меня понял? Ты лучше нам, Сася, спасибо скажи, чтобы на тебя в полицию заявление не написали. Давай. Да, Юрий Львович. Как успехи, Борис? Есть результат? Значит, докладываю, в Медовом развалюх нет, и желающих продать участки тоже нет. А самое главное, аборигены, как вы их назвали, в курсе рыночной стоимости на жилье. И понимают, что она гораздо выше, чем запланированные вами компенсации. Меня не интересует реальная рыночная стоимость. Твоя задача — найти тех, кого можно продавить на кадастровую. Тогда другим будет просто некуда деваться. Либо соглашаться на такой же вариант, либо съезжать в маневренное жилье. Ты нашел таких людей? Как бы да. Есть тут некоторые персонажи, на которых можно надавить, припугнуть. Но, Юрий Львович, мне кажется, это нечестно. Что? Я тебе отправил вопрос решать, а не сопли жевать. Никто не собирается обманывать местных. На днях тебе позвонят из администрации Игнатьевска по поводу маневренного жилья. Посмотришь и доложишь. И вот не надо мне вот этих здесь цыганочек с выходом. Папуля, привет. Слушай, смотри, какая прелесть. Красивая, да? Ну, цена у него, небось, тоже красивая. Ну, пап, ну, она же дизайнерская. Слушай, я тут так подумала, может быть, и дашь Боря взаймы, и он мне его купит. Ну, а потом мы тебе обязательно все вернем. Я твоему Боре ни копейки не дам. Пускай зарабатывает. А то решил тут, понимаешь ли, в справедливость поиграть. Сопли жует. Пускай выполняет задание. Тогда у него будет другое материальное положение. Ничтожество, а. Ты всегда появляешься дома, да, чтобы испортить мне настроение. Да, Вер. Боря. Боря, привет. Почему ты не выполняешь папина задание? Мы же с тобой договаривались. Откуда ты про это знаешь? Да потому что мне из-за тебя влетело. Я пришла к папе одолжить для тебя денег мне на кольцо, а он на меня наехал. Лера, тут людей из домов выселяют, а ты про какое-то кольцо? Это ваши дела. Мне все равно на каких-то там людей. Меня это не интересует, окей? Да вас вообще с отцом ничего, кроме денег, не интересует. Мне кажется, наши отношения – это какая-то ошибка. Я думаю, нам лучше расстаться. Привет. Привет. Прости, я тут немного похозяйничал. Устала? Нет. От таких запахов любая усталость пропадет. Очень вкусно пахнет. Там все накрыто. Я жду только тебя. Прошу. Привет, Лер. Как тебе моя прическа? Найс. Тебе идет. Ты чего такая грустная? Не удалось Борьку развести? Так жалко. Я-то влюбилась в это колечко. Ой, вот жмот. Почему ты должна из-за него экономить? У него временные трудности. У него вечно временные трудности. Кстати, ты не видела его фотосетях? Ну? И что? Значит, ничего особенного ты там не заметила? Ну, венок из полевых цветов. Уж не романчик ли у него? Вот он тебе лапшу-то бешает. Нет. Ну, конечно, он мог себе сам такой венок сплести, но вот я бы на твоем месте проверила бы, как там женишок поживает. Вышла из машины. Вон! Ты что, глухая? Ты чего такая психованная? Гормоны, что ли? Беременная? Беременная? Ась, давай помогу. Давай, давай. Ася, дай. Где ты здесь на велосипеде-то катаешься? Ну, я не то, чтобы катаюсь. Я сейчас к дедушке на пасеку поеду. Отвезу ему зарядку и заодно узнаю, как он. А можно я с тобой? На одном велосипеде? Да. Ни разу не пробовала? Не пробовала. Значит, попробуешь. Я просто боюсь тебя одну отпускать. Мало ли, этот Сергей увидит, увяжется. Хорошо. Сейчас только дом закрою. Люблю чаевничать на воздухе. А вы молодцы, что приехали. Спасибо. Ага. А цвет-то какой? Рубиновый? Корень шповника. Я на пасеке никакие другие заварки не признаю. Ни черный, ни зеленый. Только трава. Очень вкусно. Витаминный. Такого в городе ты и не попьешь. Давай медом угощайся. Цветочный. Первый. Мед — это кусочек солнца. В день надо обязательно ложечку для здоровья. Дедушка тебя не отпустит, пока весь мед не попробуешь. Точно. А ты не обращай внимания. А то ужалит. Хорошо. Ты их руками не маши, Борь. Пусть летает божья тварь. Да я просто как-то их опасаюсь. Ну, иди. Вон. Ай! Больно? Иди, Ась, намешай воды с солью. Слушай, вот что я тебе скажу. Если ты решил вскружать голову Аськи, потом бросить, будешь иметь дело сам. Понял? Мне она правда очень нравится. Смотри, парень, знаю я о вас городских-то. Больно? Да, пройдет. Ну, сейчас выносите, мне намешает, компресс сделает. Как рукой снимет. Больше ничего не надо. Я, честно говоря, не ожидал, что соленая вода так поможет. Глянь, ничего не осталось. Знахарь твой дед. Я его обожаю. Даже отека не осталось. Смотри. Боря. 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 Открой глаза. Ты ушибся, пожалуйста. Открой глаза, не пугай меня. Борис. Боря. 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 И я тебя люблю. Мы завтра же поедем к моим родителям. Я вас познакомлю, а потом поженимся. Ты же выйдешь за меня. Я такая счастливая. Ты у меня самый лучший, самый добрый. Я тебя всю жизнь ждала. Твой телефон звонит. Пусть звонит, я не хочу тебя отпускать. У нас еще уйма времени. Иди ответь, вдруг это что-то свочное. Ну, а ладно. Алло. Борис Андреевич? Да, я. Так мне Юрий Львович дал ваш телефон. Сказал, что все согласовано. Что вы глянете объект. Да, да, хорошо. Я сейчас подъеду. Ась, мне тут срочно надо в Игнатьевск съездить. Буквально на часок. Я сейчас быстро потом все расскажу. Ладно? Хорошо, я не любопытная. Хорошо, я не любопытная. Все побежал. Романов? Да, здравствуйте. Я Лепинин. Иван Аркадьевич. Значит, это и есть то самое маневренное жилье? По-моему, то, что нужно. Окна вставим, а комнату можно подремонтировать. А что, если мы не успеем подобрать людьми у квартиры до холодов? Так в этом же и хитрость, Борис Андреевич. Когда наступит холода, люди согласятся на любые малогабаритки. Лишь бы только в тепло перебраться. Вот. Этим сэкономим на отселении. Нет. Этот вариант никуда не горится. Ищите что-то другое. Надо обеспечить нормальные условия для проживания. Мы не нашли. Да зачем искать? Юрий Львович и так все придумал гениально. Ясно. Алло. Юрий Львович. Я сейчас стою возле общежития, которое планируется под маневренное жильем. Вы уж меня простите, но я в этом участвовать отказываюсь. Тань, представляешь, мне Боря сделал предложение. Сейчас, подожди, он подошел. Я тебе перезвоню. Пока. Что-то случилось? Не-не-не, ничего. Отсюда. Слушай, давай-ка ты, давай-ка ты собирай вещи и поехали ко мне. А? Объясни, я не понимаю, что ты… Да, все-все-все в порядке, правда. Просто… Просто я тебе еще не совсем все о себе рассказал и… Но это сейчас не важно. Сейчас важно то, что я тебя очень-очень люблю, слышишь? Ты у меня единственная и ты самая прекрасная. Ничего себе. Как-то Боренька себе эту сладу нашел. Лера, какого черта ты здесь делаешь? А твоя медовая подстилка в курсе, что у тебя девушка есть? Что у нас ребенок будет? Субтитры сделал DimaTorzok ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, Лер, давай-ка, давай заканчивай этот спектакль. Я же понимаю, что ты врешь. Нет, не вру. Лер, я не поведусь на эту сказку про ребенка. Я понимаю, какая ты актриса. Милый, на этот раз ты ошибаешься. Если хочешь, я даже тебе справку от врача предоставлю, что беременна. Все, пойдем на улицу поговорим. Не надо грузить Асю этими проблемами. Ее Ася зовут. Пожалуйста, замолчи и выйди на улицу. Не надо мне указывать, иначе эту халупу снесут вместе с этой девкой. Что? Что? А то, что Марис Романов приехал сюда по заданию моего отца. Замолчи. Слышала фамилию такую. О-ПА-РИН. Тебе сказал, замолчи. Да с какой стати? Пускай знает, под кого легла. Или сверху скакала. Пусти меня, дура! Скоро снесут помидоры к чертовой матери и будут здесь… Да заткнись. Что это за и поселки? Да нормальных людей, а вас уродов выстилят! Ах, Боря! Боря, пустите меня! Боря! Ты что, рехнулся? Синяки же будут! Ничего страшного, пройду-то. Лера, ты чего делаешь? Ты чего сюда приехала и устраиваешь мне сцены ревности? Мы с тобой расстались. Как расстались? Так, расстались. Мы это обсудили по телефону. Ты что, серьезно меня бросил? На самом деле? На самом деле? Что здесь непонятного? Я думала, ты сказала это так на эмоциях, чтобы меня задеть. И тебе это удалось. Лера, ты не видишь, что мы с тобой вообще разные люди? У нас с тобой нет вообще ничего общего. Я встретил эту девушку и полюбил ее по-настоящему. Если ты правда беременна, не вопрос. Я не отказываюсь от ребенка, я буду вам помогать. Боря! Ну, сам ты себя слышишь? Ну, какая от тебя помощь? В общем, давай так, не тупи, иди собирай свои шмотки, я тебя жду в машине. Ась, прости, надо было сразу тебе сказать, просто не было возможности. Я правду люблю только тебя. Я тебе не верю. Ты все это время мне врал. Ну, послушай, мы с ней правда собирались пожениться. Я действительно работаю на ее отца, приехал сюда по его заданию, но все теперь по-другому. Я встретил тебя и все поменялось. Мы расстались. Я не собираюсь выполнять никаких заданий. Ась, это все грязь, которую я не хочу на тебя выливать. Понимаешь? Обманувший один раз обманет и второй. Уходи. И каким же это ветром сюда занесло такую цацу? Отвали. Не могу. Я здесь живу. Недолго тебе осталось. Типа разобьешь мне сердце? Типа снесут скоро ваш поселок. Как это? Бульдозерами. Ты чего гонишь, подруга? Во-первых, я тебе не подруга. А во-вторых, иди свои манатки лучше собери. Ась. Я не хочу с тобой говорить. То есть, убийцу уголовнику ты даешь? Второй шанса мне нет. Тебя ждут. Прощай. Крутая тачка. Эй! Сколько лошадок? Сколько есть все мои. Ага. Залезай. Лера, я никуда с тобой не поеду. Не поняла. А ты что здесь делаешь? Да ничего, гуляю. Ну и гуляй подальше отсюда. Что, нарываешься? Да пошел бы ты уже. Ну-ну. Телке спасибо скажи. Борь. Борь. Что с тобой? Вера, я правда ее люблю. Прости, так случается. ЗВУЧИТ ПОЕЛЬЧИТЕСЯ ЗВУЧИТ ПОЕЛЬЧИТЕСЯ РАДОМОНОГИМЕНТА Субтитры создавал DimaTorzok А ты не говори. Сделай, что все в порядке. Потом что-нибудь придумается. Нет, Тань, я так не могу. Я же никогда его не обманываю, да и не получится у меня. Ась, все будет хорошо, вот увидишь. Что-то мы с тобой опять заболтались, а мне еще добраться нужно до темноты. Давай, беги. Ась, не реви. И будь бодричком. Не стоят такие борисы наших слез. Лер, я вот не понимаю, зачем тебе такой муж? Вот объясни мне, может быть, я чего-то не знаю. Пап, ну, тут такое дело. Ну, ну, какое дело? Зачем тебе муж-слизняк? Что, ноги об него вытирать? Я жду от Боря ребенка. Что? Да, я беременна. Ну, ну, хорошо. Прекрасно. Дети, это прекрасно. Я тебя вырастил, и внука выращу, или внучку, неважно. Да. Но муж-слизняк нам не нужен. Папа. Понимаешь, мы опарины. Этим все сказано. Папа, что ты такое говоришь? Да то. Шитвать тютю я считаю, что уже уволил. А ты поищи себе другую пару. Он у замминистра. Прекрасный сын. Пап, мне не нужны никакие замминистры. Мне Боря нужен. Я Борю люблю. У меня твой Боря, вот тут вот уже, понимаешь, вот тут стоит со своими принципами. Ты меня просто не любишь. Мама бы меня поняла. Дочь, доченька. Донька. Ну, в общем, все это время он притворялся. Ошибалась я. Ты знаешь, Асенька, ошибаться это нормально. Особенно по молодости. Так что не казни себя. Ты думаешь, я не ошибался? Ошибался сколько раз. Не может быть. Ты у меня самый умный. Да. Я, когда из армии пришел, устроился работать в милиции участкового. И однажды упустил очень опасного рецидивиста. Ты знаешь, какое нагоняние я получил? Как это упустил? Вот так и упустил. А он потом столько бед натворил. Я уже был собрался уходить и, ну, остался. И вот не жалею нисколько. Дедушка, что же мне делать? А что? Жить. Жить дальше, Асенька. Ну, что ты? Ты обязательно встретишь хорошего человека. Я уверен в этом. Я тоже в это верю. Ведь с тобой мне повезло. Ну, ты меня не перехвали. Что ты там про снос рассказывала? Снесут наши дома, а на их месте построят коттеджный поселок. Брехня. Не думай об этом. Не могут самовольно снести. Это не закон. Это Лера так сказала. А строить будет фирма ее отца. Это я запомнила. Ну, поживем увидим. Утро вечера мудренее, как говорят. Мне завтра надо рамки отобрать из улива. Поможешь? Дедунь, ну, конечно. Зачем спрашиваешь? Хорошо. Хорошо. Абонент временно недоступен. Перезвоните пуще. Сейчас я приготовлю чего-нибудь вкусненького. Сынок. Сынок, слышишь? Слышу, мам. Слышу. Да только мне как особо в горло не лезет. Борь. Ну, разве можно так убиваться-то из-за какой-то девчонки? Ну, подумай лучше о Лере. Вот уж кто действительно тебя любит. И приезжала, и звонила. Ну, зря ты ей не открыла. И на звонки зря не отвечаешь. Поговорили бы, помирились. И зажили бы снова, как ни в чем не бывало. Как ни в чем не бывало, уже не получится, мам. Да получится, вот увидишь. Думаешь, мы с твоим отцом никогда не ругаемся? Да постоянно. Как говорится, милый бронец, столько тешится. Мам, я правда думал, что с Лерой все будет ОК. Но мы абсолютно разные. И тут я встретил Асю, и я понял, что это мой человек. Ты понимаешь? Ну, есть все равно надо. Голодовка не выход. Поняла. Спасибо, Баба Зоя. И вам. До свидания. Баба Зоя звонила. Сказала, что ездила в администрацию, у нее там одноклассница работает. Подтвердилась информация, что Медовый будут сносить. Что за люди, а? Ни стыда, ни совести ведь, а? Я еще Смирнов в Бабе Зине звонил. Сказал, что за этим действительно стоит опарень. Разослали всем какие-то предложения на подпись. Ну вот. Вот это по закону. А я уж грешным делам подумал, что администрация беспредельничает. Так надо почитать. Посмотреть, что они предложат. А наше право, согласиться или нет. Вот и все. Достал уже. Опаренский прихвостень. Борисович? Он самый. Настойчивый. Больше никогда сюда не звони. Я не хочу больше никогда тебя видеть и слышать. Внучка, ну, что ж ты с ним не поговорил? Вдруг он что-нибудь важное хотел тебе сказать, а? А ты его отшила. Я даже слышать его больше не хочу. Так, а ну-ка встань. Нина, зачем? Давай вставай. Ну, встала. Довольна? А теперь покружись. Это еще зачем? Я не въезжаю. Не надо въезжать. Покружись и все. Ну что? Гуд? Мне кажется, Лер, ты как-то раздобрела. Может, ты действительно беременна? Ты что? Кстати, у тебя есть гинеколог какой-то надежный? Ну, кто справку выпишет? Конечно, есть. Только он бабки нехилые попросит за это. Вообще без проблем. Главное, чтобы Борька поверил, что я реально от него жду ребенка. Конечно, поверит. Куда он денется? Даже я подумала, что ты беременна. Ась, дед дома? Нет, он на пасеке. Черт, да ладно. А что ты хотел, дядя Лен? Да хотел посоветоваться. Так ты ему позвони, номер же знаешь. По телефону всего не объяснишь. А вы-то письмо получили этой администрации? А продажи участков? О них, о них, будь они неладны. Да тут же, вон, цена конкретно занижена, а? Предлагают по кадастровой стоимости. Во, восемьсот двадцать тысяч, а? Это ж курам насмех. А что я на них куплю? У меня же семья. Они нас за идиотов держат? Да в том-то и дело. Вот хотел с дедом Максимом перетереть эту ситуевину. Он-то старик толковый, не даром участковым был. Закон знает. Сейчас, дядя Лень, я у нас посмотрю. Ну, что скажешь? Это наглость какая-то. Вот. А я что говорю? С этим надо что-то делать. Я завтра работаю, а перед работой я забегу в мэрию и узнаю, на каком основании они беспредельничают. О, вот это дело. Деду Максиму позвони. Может, что подскажет? Обязательно позвони, он же хозяин дома. Оль, ну, хоть бы встал, щей поел. Наваристые такие получились. Мам, пожалуйста, оставь меня в покое, не маленькие. Кто это там? Отец, что ли, пришел? Ну, сейчас ужинать будем. Вставай, давай. Ой, ну, здравствуйте. Юрий Львович? Я уже шестьдесят лет, как Юлий Львович. А вот тебе еще не надоело ото всех прятаться? Кончай этот детский сад! Юрий Львович. Лена, нам надо тет-тет-тет переговорить с Борисом. Оставьте таз. Да, мам. Иди, пожалуйста. Ладно, ты умудрился такой проект провалить в Медовом. И принес мне огромные проблемы с местной администрацией. Так еще и Лера из-за тебя ревет белугой. Юрий Львович, тут такое дело. Какое? Какое дело? Моя дочь от тебя беременна. И она, между прочим, переживает, как ты тут. Но на ее звонки ты не отвечаешь. Ее сюда не пускаешь. А если что с ребенком? Тебе вообще на все наплевать? Нет. Нет, что вы. Нет, конечно. Ну, вот и хорошо. Значит, забирай вещи и переезжай к нам. И Лере, ну и мне будет спокойнее. Но? Никаких «но». Ты вообще подумай о своих родителях. Ты же не хочешь, чтобы отцовская фирма разорилась? Вы меня извините, но это нечестно. Да, нечестно. Ну, справедливо. И вот еще что. Если не приедешь, сядешь за изнасилование. Я так понял, ты не дурак. И все понял, да? Завтра выходишь на работу. Хватит отдыхать. Борь, ты че наделал? Чего этот Львович приходил? Пролетел, даже не поздоровался. Беда у нас, Андрюш, беда. Лена, что случилось? Да что он тебе позволяет? Заявляется к нам домой и начинает меня шантажировать, а? Видите ли, я должен ехать к Лере и жить с ней. Если я этого не хочу. Но Лера ждет от тебя ребенка. Не по-человечески это бросать невинное дитя. А я никого не бросаю, мам. Я же не отказываюсь от ребенка. Я его признаю, я буду его содержать. Вот что я тебе скажу, сын. Ребенку нужен полноценный отец, а не приходящий. Нельзя, чтобы внук или внучка росли без отцовщины. Батя, вот это вот прошлый век. Зачем ребенку несчастный отец, который не любит его мать? Счастный, несчастный, любит, не любит. Слушать противно. Сначала детей поднимите, а потом живите, как хотите. Романовы детей не бросают. Запомни это, сын. Пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять. Счастный, сын. Это все? Сейчас. Забыл кое-что. Сейчас приду. Асенька. Ничего себе. Ой, вот так. А Боря куда побежала, Елена Ивановна? Блокнот какой-то потеряха. Ну что, едем? Да. Поехали. Все бомбыли. Давай, вечером позвоню. Лерочка, езжай, осторожно. Никого не обгоняйся, только ухарей на дороге. Хорошо, Елена Ивановна, поеду, аккуратно. Боренька, пока. Ты что, рылась в моем телефоне? Если ты думаешь, что твоя медовая курица тебе позвонит, то ты зря надеешься. Боря, когда ты у меня уже наконец поймешь, что кроме меня ты никому не нужен? Объясняю. Ася просто набивает себе цену. Ты, твои нервы, твоя карьера. Ей это все до лампочки. А я тебя люблю. Я забочусь о тебе. Я делаю для тебя все. И буду тебе идеальной женой. Ладно, поехали. Ну ладно. Все, спасибо, что довезли. Спасибо, спасибо. О, какие люди! Привет, Аська! Здравствуй, Серёж. А что с настроением? На работу не хочешь? Так давай прогуляем. В мэрию поеду. Хочу узнать, почему приняли решение сносить Медовый. Ведь коттедж можно построить в любом другом месте. Почему обязательно там, где мы живём? Аська, так это понятно почему. У нас тут всё зашибенский. Поля вон, воздух, природа. Ладно, я поеду. Аська, погоди. Ты это, Аська, знаешь, что я всегда на твоей стороне? Слышишь? Если что-то надо будет, ты только скажи. Я ж в миг. Хорошо, Серёж. Мы ж друг друга с детства знаем, Аська. Тем более, когда такой кипиш, надо держаться вместе. Давай. Хорошо. Пока, Серёж. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Боря, ты чё тут делаешь? Ты ж копариным перьешь. Переехал? Угу. Переехал. Они меня силой перевезли. Под конвоем, как в тюрьму. Ничего себе тюрьма. Целый особняк. Ты чё, напился? Я тебя таким никогда не видела. Да не напился так. Выпил чуть-чуть. Потому что мне плохо, мама. Вставай ты только. Тсс. Не бузи. Да сам не бузи. Отец только уснул. Ишь ты, плохо ему. Плохо, плохо. А сейчас мы пожелимся, и будет вообще кирдок. Что? Правда? Решился, наконец? Парень настоял, говорит, чтоб всё как у людей было. Ну и правильно. Я тоже настоял. Никакой свадьбы. Только узкий круг. Все свои. Ну и хорошо. Что тут шумить? Что тут у вас? Парень. Тихо. Твой чуть-чуть подвыпивший сын пришел пригласить вас на свое скоропостижное брако-считающее. Андрюша, ты не представляешь? Я такая счастливая. Ась, ну что, скоро? Скоро. Ну, что я могу сделать? Ну, давайте я еще раз позвоню. Ну, вот и позвони. О, да. Правильно. Совесть бы поимела, прежде чем глотку-то свою драть. Аська здесь все организовала, ходила в администрацию и хопотала. Если бы я у себя пригрела опаренского шпиона, я бы тоже суетилась бы, как электровейник. Да замолчи ты. Что вы за люди такие? Что, это я должна молчать? А ты вообще уже не участковый. И глотки нам не закрывай. Так, а ну, умолкните здесь все. Еще что, кто вякнет, выхватит. Ясно? А что ты нас тут пугаешь? Да. Да все Медовая видела, как Аська с этим квартирантом екшалась, а? Опаренская подстилка. Что ты сказал, урод? Серега, накачни ему. Так же накачни, за Богом. Эй, глядя! А ну-ка, немедленно перестаньте. Как вам не стыдно? Вы зачем сюда пришли? Медовый спасай. Сережа! Медовый, Медовый, Медовый. Вы что, тут мордобой устроили? Какой мордобой? А ну, разошлись! Я обоих в обезьянник отправлю сейчас. И вообще, Моторкин, зайдешь-ка мне завтра, поговорим отдельно. Привет, пчеловодам. Здорово, Васильевич. Ну, что у вас тут за несанкционированный митинг? Да у нас не митинг. У нас собрание жителей. Вон и протокол ведется. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. А мы вот вас как раз ждем. Узнать, по какому праву вы решили сносить наши дома. Да. Ну, ждете, значит, сейчас я вам все расскажу. Чего его слушать-то? Не уедем мы никуда, я. П displaced трwe Two Cuties Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-де-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам! Та-да-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам! Такое пышное! Ну как? Обалдеть! Правда? Конечно, правда. Шикарно выглядишь. Мне тоже нравится. Ой, Лера, что ж ты все-таки со своей ложной беременностью делать будешь? Нина! Вот ты вечно умеешь все испортить! А все же? Не знаю. Не хочу сейчас об этом думать. Потом, окей? Весь Медовый — это аварийное ветхое жилье. Это не мое мнение. Это заключение экспертизы. И мы, в первую очередь, заботимся о вашей же безопасности. Мы санитарные, эпидемиологические, противопожарные. Обычно людей с таким жильем, как ваше, выбора нет. Они живут в маневренном жилье. И не один год ждут своих новых квартир. А для вас сегодня счастливый случай. Один инвестор согласился платить вам всем, каждому, в живые деньги. Они продаются. Да, небольшие, но деньги. Красиво втираешь, начальник. Да чего ж мы сможем купить на эти смешные деньги, а? Положено баш на баш. Да, да. Кто не будет продавать, получит жилье в Игнатьевске. Но некоторое время поживете в маневренном жилье. Знаем мы ваше маневренное жилье. Общака затрибнула. Вот-вот, не надо там менять, шило на мыло. Я свою землю дарить не собираю. Мы свои дома вам не отдадим. И тихо, тихо. Все равно вас выселят по судебному решению. Не отдадим наши земли и дома. Да. Мы здесь родились и выросли. И наши дети будут, и внуки тут живут. Хорошо, я понял. С вами договариваться бесполезно. Решение принято, и обсуждение не подлежит. Хотите судиться? Будем судиться. Пожалуйста. Вы же все люди богатые. Нанимаете себе юристов, адвокатов. Оплачиваете экспертизы. Разберемся. Плак в руки. Скажите, а по какому праву вы приняли решение без согласования с нами? Да. Мы это так не оставим. Не оставим. Пожалуйста, не оставим. Пожалуйста, ваше право. Не отдадим наши земли и дома. Не отдадим наши земли и дома. У нас документы, чем борясь. Боюсь, не продавайте. Вы же видим, где хотите. Да, вот видно. А нам не только. Все равно, все равно. Что касается свадьбы наших детей, то у меня есть предложение. А что, если молодые поженятся во Франции? В Ницце, например? Ну, а что, мы согласны? Правда, дед? Да, конечно, согласны. Это же чудесно. Ой, бедовый месяц во Франции. Бабуль, обожаю. Это же была моя мечта. Борь, круто, да? Не знаю. Меня, в принципе, здесь все устраивает. Любимый, ну, это просто потому, что ты не был на Лазурном берегу. Я уверена, что тебе понравится. Понравится. И если вы считаете, что вы там будете без нас, то ошибаетесь. Мы на церемонию приедем. Да, Андрей Васильевич? Да. Ну, что, Борис? Жизнь-то налаживается. Не обманывал я тебя? Нет, Юрий Львович, вы честный шантажист. Да ладно, Дуца. За отца бы своего лучше порадовался. Я у него сегодня одних пеноблоков заказал на сто лямов. Я радуюсь. И за себя порадуйся. Я вот тут покумекал, и решил тебя сделать своим замом. Юрий Львович, не нужна мне эта должность. Ну, как? А что ж тебе нужно? Оставьте в покое Медовый. Сдался тебе этот Медовый. Забудь! У меня там больше нет интересов. Я нашел новое место. Вот, вернешься из Франции, и мы с тобой обсудим новый проект. Мы слины. Идемте фотографироваться. Я пригласила фотографа, и он уже приехал. Аська, привет. Помочь? Да нет, я уже закончила. Что, решила барахло выкинуть, да? Нет, это вещи Посленовых, соседей. Они вот, что в машину не влезло, оставили. Вот я решила накрыть от дождя. А, они что, переехали? Дом продали. Ничего себе. Ну, что, по удову цену подняли? Не знаю, наверное. Но мы с дедушкой отсюда ни за какие деньги не уедем. Так я тоже, принцесса. Так, может, загоняем в Игнатьевска, посидим в кафешке, что скажешь? Нет, Сережа, не получится. Вообще, пожалуйста, оставь меня в покое. Да. Все потому, что нырю сохнешь, да? На, вот, посмотри. Что это? Не бойся, посмотри, посмотри. Свадьба наследницы миллионера опарина состоится в Ницце. Не, это неинтересно. Этот шнэр – дебил, Аська. На бабках женится. А ты принцесса. Да, дочь. Все, Популь, мы скоро взлетаем. Ну, и замечательно. Отдохните там за меня. Ну, вы же приедете на свадьбу? Ну, конечно. Просто так вы от нас не отделаетесь. Хорошо. Будем ждать. Все, отключаю телефон. Целую. Я тебя целую. Да, Илья Львович? Слава, через час подгони машину к подъезду. Ага. Поедем в Медовый. Понял. Аська, привет. Чего тебе? Ты прости меня, а? Тупанул. Не надо было тебе этот журнал показывать. Сереж, тише. Дедушку разбудишь. Ему завтра с утра на пасеку. Тогда выйди на минутку, а? Чего мы через окно разговариваем? Сейчас. Давай. Аська, ты прости меня еще раз за… Сереж, ну, хватит уже извиняться. Держи. Это тебе. Мне? Я не могу это принять. И с подарком, значит, ты панул, да? Ты прости, я ж не знаю, что сейчас девушкам-то дарят. За твое чистого сердца. Возьми. Сереж, ну, я не могу это принять. Правда. У тебя еще будет хорошая девушка. Вот ей и подаришь. Не обижайся. Так, ну, чем порадуете? Починили двери в комнатах. Вот, кое-где залатали палы. Ставили стеклопакеты новые. Вот, рамочки сделали. Ребята, прекрасная работа. Кстати, дверь, дверь утеплили. Ну, здесь и палисадник неплохой есть. Ребята справляются. Я думаю, что успеем. Все вовремя. Все хорошо? Ну, это хорошо, хорошо. Слушай, а у тебя нет, случайно, надежных пацанов на примете, а? Это смотря что делать? Проблему решать. Слушай, ну, пойдем-ка отойдем. Пойдем-ка, отойдем. Пойдем-ка. Пойдем-ка. Ой, Сережка. Так ты че, насчет своего дома решил? Продашь или в общагу поедешь? Да не выгодно продавать. В общагу лучше. А там хата в Игнатьевске дождаться. Если, конечно, не развод. А может и развод. Ладно, посмотрим. Ты мне лучше скажи нос. Чего Аське вам не нравится, а? Я к ней и так и сяк, и так и сяк, а все бестол. Да забей ты на нее. Телок, что ли, мало? Ася, не телка. Заруби себе на носу. Да понял я, понял. Не кипишуй. Давай настроение поправим. Нет. Завязал. А это правильно, что завязал, Моторкин. Алкоголь – это зло. У тебя, начальник, каким ветром надуло? Я тебе не начальник, а гражданин участковый. Можно еще Александр Васильевич. В общем, сигнал на вас поступил, что гараж без документов снимаете. Машины ремонтируете, перепродаете. А это уже бизнес. Причем нелегальный. Опять же, уход от налогов. Опять же, грязь разводите. Короче, вылипли вы, ребята, по самое не горюй. А Моторкину-то после отсидки проблемы не нужны. Так мы же ничего, начальник. Забыли переоформить. Переводка у вас, кажись, паленая. В магазине не пробовали покупать? Официально же безопасно будет для здоровья. Вы тоже дом продаете? Да ничего я не продаю. Вот съезжаю от греха подальше. А куда съезжаете? Да к родственникам. Ну, поживем там какое-то время. А что у вас с лицом, дядя Лень? Вот это… Да бандюки сегодня ночью вломились. Требовали, чтобы я документ подписал, а я отказался. Что за бандюки? Да кто их знает, у них маски были на лицах. Но я устоял. Просто за детей страшно. А вот Тищенко, Тищенко, тот испугался и подписал. О, какие дела, Ася. Александр Васильевич, может пора наводить уже в медовом порядок? А то бандиты нормальным людям прохода не дают. Из собственных домов их выгоняют. Так, Кораблева, ты только давай это, не кипятись. Если ты за Смирнова, то он сам отказался писать заявление и зафиксировать побои. Ну, я же не могу вместо него это сделать. Правильно? Правильно. Вот. А бандитов ищем. Проводим организационно-поисковые мероприятия. По всей видимости, не местные, залетные. Ну, ты не переживай, ищем. А деду от меня персональный привет передавай. Хорошо? Хорошо, передам. Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Значит, на пасеке разлома нет. Погнали. Класс! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дедушка, у меня дети в садике и то так не брызгаются. Нет, потому что у них такая толковая воспитательница. Ну, скажешь тоже. Ну, чё, народ-то уезжает, говорят, нет? Уезжает. Да? А сама как? Да я тоже. Сидеть там тошно. Вот решила к тебе приехать, соскучилась. Да ты, господи, позвонил бы, я сам к тебе в Махом бы приехал. Ну, я тебя знаю. Ну, вот, и я тебя тоже. В Медовом уже пять домов освободили. Угу. Говорят, что действует какая-то банда. Силой заставляют людей дома продавать. А кто не поддается? А кто не поддается, тех в Игнатьевск, в полуразрушенное общежитие. Обещают потом квартиры дать, но когда это будет, неизвестно. Вот сволочи, а. Значит так, мы завтра едем в Медовый вдвоем. Нельзя тебе там одной. Дедуль, ну, не переживай за меня. Я за себя всегда сумею постоять. Угу. Сумеет она за себя постоять. Решено. Едем вместе. А потом, я бывший участковый, и мне надо разобраться, что там творится-то. Да и люди мне там не чужие. Кого это там принесло-то? Я не знаю. Дай-ка мне там пистолет. Кто такие? Че надо? Расслабься, старик. Мы на минутку. Порешаем, Быренька, проблемку одну и свалим. Просто подпиши документы, получи баблишко и спи спокойно. Дедуль, это бандиты. Так что скажешь? Ну, это надо подумать, посоветоваться с внучкой. Все обсудим. Ну, подумайте, посоветоваться, подвешивайте. Только недолго. Руки вверх! Оружие на землю! Оружие на землю, сказал! Дедуля! Не ори! Быстро подошла ко мне! Ко мне подошла! Девку твою сейчас поимеем, а после пришьем. Смотри, старик, тебе потом с этим жить. А ну, отпусти меня! Не трогай меня! Дедуль, не слушай их! Внучку мою не трогай! Все подпишу! Не надо, дедуль! Сразу так. Что с вас всех учить приходится-то, а? Держи. Отпусти, гад! Дедуль, не надо! Вот здесь. Все, бывай, дед. Дедуля! Уходим! Дедуль! Дедуля, миленький! Дедуль, не перестань! Держи, это тебе. Это тебе. А это твое. Ништяк все получилось. А девка у старика, ничего. Я бы ее натянул. За что? Я же как лучше хотел, чтобы все натуральнее. Дедуль, ну и молодец. Дедуль! Дедуль, оставай! Давай! Дедуль, обрусти меня! Оська! Оська! Дедуля! 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 Дедуля, миленький! Александр Васильевич, я ничего не помню. Я не помню, какие номера. Я не видела. Я даже цвет машины не рассмотрела. Они все в масках были. И голоса незнакомые, точно не местные. Ладно, Ась, разберемся. Я тебя, если что, вызову попозже. А с похоронами деда Максима, обязательно тебе помогу. Спасибо большое. Что ты? Я в медовом жить останусь. Асенька, только ты помни, теперь это уже очень трудно сделать. Дед же договор купли-продажи подписал, и акт приема и передачи тоже, правильно? Подписал. Ну вот. Ась, ну, люди верно говорят, надо жилье искать. Свящаем деду Максиму, я помогу. Не переживай. Сереж, спасибо большое. Но суд оставит до мне. Ведь дедушка подписал документы по дулам пистолета. Мне угрожали, что изнасилуют и убьют. Смотри, смотри, еду. Жить в порядке и пропадайте! Смотри, что вы не знаете! Вы не просите, прокуратура! Вы что думаете? Вы успевались по вас все! Товарищ, позадачивайся! Они жди ваши деньги! Останьте их еще проехать! Расходись! Рихнули, что ли? Жить надоело! Никто! Иди, я вас слышу! Позволите им ничего! Мы вас не пустим! Никто вас здесь не ждет! Давай, дедушка! Деньги снижают! Пошли вон отсюда! Деньги снижают! Никто не пройдет! Они все вас ждут! Они все ждут! Сволочи! Сволочи! Ася! Ася! Ася, ася! 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 Тише! Давай, сладусь, коняк! Тащи их дома! Ужать на солнце! Тихо! Деньги масляет! Останье! Деньги заслужить у наших неких! Данели,ódя! Тише! Деньги. Только молодой навси. Да! Позвучит и зрительbooks, А вот это вам делать абсолютно не надо. У меня необходимо знать, что с посёлком. Голубушка, единственное, что вам сейчас надо знать, это то, что вы беременны. Вы не рады? Нет, я просто не ожидала. Так радуйтесь, вместе с мужем он в коридоре ждёт, переживает. Но у меня нет мужа. А я подумала, что муж такой заботливый. Он вас на руках до скорой помощи нёс. Из каталки на кровать сам переложил, никому не доверил. Ну, раз не муж, извините. Отдыхайте, поправляйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Я же вам объяснила, посторонним нельзя. Нечего вам там делать, раз вы ей не муж. Пока не муж. Но скоро я им буду. Доктор, ну вы что-то совсем не человек, а? У него ж кроме меня вообще никого. Ладно, только недолго. Замёт она. Замёт она. Замёт она? Когда я сознание потеряла. Ой, Алька, ерунда. Главное, с тобой всё в порядке. Мне только хуже от неведения. Что с Медовым? Мой дом снесли? Значит, снесли. Сначала дедушку у меня забрали, потом дом и мечту. Родной, вместе прорвёмся, слышишь? Я с тобой. Серёж, пожалуйста, не надо. Я сама справлюсь. Я это просто так не оставлю. Да кому ты что докажешь, Аська? Ты о себе подумай. А с Медовым всё, точка. Серёж, уходи, пожалуйста. Мне нужно побыть одной. Ну? Чё, ну? Рассказывай, что там с подругой твоей случилось? Да я сам не въехал, честно говоря. Может, не ревяк, долбанул или ещё чего? Слушай, она от того гонца Паринского не залетела? Да даже если и так. Всё равно женюсь. Так что будут у меня Диман щи с пампушками? Шутка. Да я понял. Ну, я к Каське по-серьёзски отношусь. Люблю её. Люблю. Ась, ну что врач-то сказал? Была угроза выкидыша. Уже всё хорошо. Скоро я домой поеду. Детки наши обрадуются. Не знаешь, как тебя ждут? Скучают. Да, я тоже очень по ним соскучилась. Как-то рожать-то собираешься? Ни денег, ни жилья. Может, не стоит? Да единственное, что у меня осталось. Мамы нет, дедушки нет. Борис предал. Пусть хоть малыш будет. Мы с ним пока на пасеке поживём. Ты что, с ума сошла? Давай тогда уж лучше к нам. Нет, ты что, я не хочу вас стеснять. Да ничего страшного, Ась. Потом что-нибудь придумаем. Кстати, я за пчёлами Сергея попросила посмотреть. Ну, чего он? Он ничего такой. Ухваткий. Ась, мы же тебе приглядеться к нему. Таня, извини, но я не хочу это обсуждать. Ты мне лучше расскажи, как там детки, чего у них нового? Борик, ну ты чего, доишься? Ну, зачем нам у вас ютиться, если тут отлично? Тем более, папа редко бывает. А как мы без Маруси? Да, Лера, хорошо. Мы будем делать всё, как ты скажешь. Борь, ну, вообще-то я беременная. А женщинам в моём положении не принято отказывать. Кстати, а ну-ка, погладь малыша. Скажи ему, что всё будет, как сказала мамочка. Лера, слушай, а здесь в даме есть фонендоскоп? Борька, ролевые игры. Хочешь, чтобы я побывала медсестрой? Боря! Лера, я хочу послушать сердце нашего ребёнка. Боря, нет! Ты ничего не услышишь, срок ещё маленький. Попробовать можно. Я мигом. Спасибо. О, Аська, привет. Выглядишь супер. Спасибо. А ты чего здесь? Как это чего? Так за тобой приехал. Тебе клевот принёс. Держи. Спасибо. Надо говорить, благодарю. Пойдём, у меня для тебя сюрприз есть? Какой ещё сюрприз? А вот сначала посмотри, потом будешь говорить. Серёж, я в последнее время так боюсь этих сюрпризов. Стучит. Сердце стучит. На, послушай. Сердце стучит. На, послушай. Правда стучит. Серёж, может, хватит секретничать? Куда мы едем? Потерпи маленько, Аська. Может, ты мне ещё глаза завяжешь? Почти приехали. Проходи. Куда ты меня привёл? Так, Аська, ты посмотри сначала, а потом расспрашивай, да? Идём, 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 идём. Ну, Аська, ну, телевизор есть. Ну, посмотри. Ну, класс. Идём дальше. Идём, идём. Идём. Смотри. Смотри. Смотри, какая кровать классная, а. Класс? Серёж, я не понимаю, зачем ты мне показываешь эту квартиру? Это твоя комната, Аська. Я ничего не понимаю. Что-то непонятного, Аська. Это моя квартира, я её купил. Деньги за дом получил. Кредит ещё взял. Теперь она моя. А эта комната твоя. Серёж, ты зря всё это затеял. У нас с тобой ничего не получится. Родная Уля, мы можем жить, как соседи. Сечёшь? Ты в коммуналке, наверное, жила? Нет, не жила. А вот я жил. И ничего, мне нравилось. Весело было. Потом, когда бабка в медовом померла, мы с маман переехали. Но жить стало, конечно, просторнее, но грустнее. Ась, я тебя пальцем не трону. Правда. Насчёт того раза, да, неправ был. Согласен, дурак. Ну, чё скажешь? Да неправильно это всё как-то. Да правильно это, Ась. Это временное решение проблемы. Пока своего жилья не добьёшься. Ну, соглашайся. Это надо отметить. Идём. Садись. Серёж, я не буду пить. Ты чего? Я не предлагаю спиртное. Я же сам завязал. Сок покатит? Сейчас. Естественно. Ты когда маленькая была, постоянно просила меня, Серьёзя, Серьёзя, поймай голубку мне. Хочу голубя и всё тут, ну. Серьёзь. Серёж, пожалуйста, не надо про голубя. Почему не надо про голубя? Я часто вспоминаю. Такая прикольная малявка была. Просто перед тем, как всё это началось в Медовом, мне под ноги упал мёртвый голубь. Я почему-то тогда подумала, вы к беде. Я даже дедушке сказала. А он рассмеялся и пытался меня отвлечь. Теперь… Пу, Аська, я ж это… Я ж не в курсах был. Прости. Давай сока двинем. Давай. За новоселье переедешь. Хорошо. Постараюсь быть тебе хорошей соседкой. Хорошо. 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 Ну, что, мохнатики, махнете сиропчику? Ой, мы, наверное, сегодня не успеем все сделать. Придется еще раз приехать. Посмотрим. Что за блокнот, Атька? Где ты его взяла? Вон там, под рамкой лежал. Вон там, дай. Так. Сергей Моторкин сидел за убийство. Смирновы. Можно надавить через опеку. Это же записная книжка Бориса Ась? Не знаю. Наверное, его блокнот. Понятно. Да. Это тот козел оставил его здесь, когда со своими шестерками деда прессовал. На зуб даю. Нет, этого не может быть. Может, Ась, может. Посмотри, здесь про нас всех написано. Этот урод собирал про нас информацию. Глянь. Вот. Нет, я не верю, что Борис мог так поступить. Да, не верю. Не маю. Трудно поверить, что втюрилась подонка, да? Слушай, а тогда два бандита все время в стороне стояли. Может быть, вот один из них как раз и был Борис, и он просто испугался, что я его узнаю? Да шнырь он позорный, Ась. Говори о тебе. А я сейчас ему позвоню и все узнаю. Не надо. Не звони. С этим богатеми лучше вообще не связываться, Ась. Ты что делаешь? Выношу его номер в черный список. Не знаю, что людей, Ась. На. Не надо быть такой наивной. Идем. Держи. Спасибо. Салют трудовому народу. Здравствуйте. Здорово. Как нить поживает? Да как, скучно, жарко. Лучше расскажи, как у вас тут нового проекта. А что рассказывать? Все по плану. Пока ты в Ницце прохлаждался, там уже площадку рочистили. Где там-то? В смысле? Ну, ты же про новый проект спросил. А он у нас один, в Медовом. Ясно. Борис, постойте. Юрий Львович занят. Вы же обещали мне не трогать Медовый. Сказали, что найдете новый объект. А я сейчас узнал, что там стройка идет полным ходом. Боря, ты в этой Франции совсем перегрелся? Да. Может, тебе отдохнуть пару деньков? Не надо разговаривать со мной, как с умственно отсталым. Вы подлец, Юрий Львович. Ой, Боря. Ну, вот опять детский сад. Ну, давай поговорим по-взрослому. Я не бог, я строитель. Я пытался остановить эту бодягу в Медовом, но машина уже раскрутилась, понимаешь? Включилась местная власть, и все снесли. Они снесли? Они снесли, не мы. А ты теперь мой заместитель. И теперь нам с тобой вдвоем делать из этого дерьма конфетку. Чтобы местные жители получили благоустроенное жилье. Хватит шашкой махать. Давай, включайся. Чистоплюй. Наш, ну, давай, ответь. Черт. Лерочка, ну, ты б поела что-нибудь? Маруся, ну, а я тебя. Не говори мне про еду. У меня такое ощущение, что я трава на сегодня. Ты уж потерпи, деточка. На ранних сроках всегда так. Я не думала, что будет так ужасно. Ничего, милая. Скоро станет легче. Так, маме. А я ведь умерла при родах. Марусь, а если я тоже умру? Да что ты, девочка, у мамы был порог сердца. А у тебя со здоровьем все в порядке. А давай-ка я тебе лучше салатику положу, о? Марусь. О, господи, Аська. Неужели это Борис мог так поступить? Чудовищно просто. Я сама не верю. Таня, что мне с этим блокнотом делать, чтобы в полицию отнести? Ась, ты чего? Да я как представлю, что это отец моего ребенка. Что это тот самый человек, которого я полюбила. Знаешь, что самое ужасное? Что я до сих пор его люблю. Я люблю человека, которого ненавижу. Я люблю врага. Ась, ну ты не знала. Конечно, не знала. Он же артист. Притворился отдыхающим, а сам. И ладно бы, он просто до маска упал. Он же бандитов на людей натравливал. Ну, это вообще куда годится? Это никуда не годится. Нам бы в голову такое не пришло. Так что себя не вини, а его просто вычеркни. Таня, Таня, я не могу. Таня, что мне делать? Ась, Ась, ну, ты знаешь, как мама моя говорит? Все перемелется, мука будет. Прямо так и угнали. Может, просто соседские дети взяли покататься? Ну, хорошо, хорошо. Приходите, пишите заявление. Уходите. Здравствуйте, Александр Васильевич. Ася, здравствуй. Присаживайся. Ты на счет денег за дом? Нет. Я на пасеке нашла улику. Один из бандитов потерял блокнот. И это один из сотрудников фирмы Опарина, Романов. Так. Вот это да. Да тут компромат на полпоселка. Ой, сосед, вижу, в списке есть. О, даже тебя не пожалел. А вот дает. Мне кажется, именно Романов руководил бандитами, которые избивали людей и фактически убили моего дедушку. А еще я вспомнила, что тогда на пасеке один даже изъяснялся знаками. Он молчал, потому что понимал, что я могу узнать его голос. И мне кажется, что это как раз был Борис Романов. Может быть и так. Ты молодец, Ася. Проявила бдительность. Надеюсь, улика поможет разобраться нам в этом мутном деле. Только ты ведь сама знаешь, как бороться с этими олигархами. Романов, он зять Опарина. У него все куплено, и связи. Ого-го. Понимаешь? Ну, закон же для всех один. Ну, так-то да. Ну, для них закон не писан. Александр Васильевич, я не понимаю, вы не хотите приобщать эту улику к делу? Так, конечно, хочу приобщить. Будем разбираться, Ась. Ну, что ты? Разберитесь, пожалуйста. Я еще схожу в прокуратуру, напишу заявление. Ладно, мне пора. Погоди. Мне тебе сейчас деньги надо отдать. На них, как и следовало, ожидать куча отпечатков, поэтому нет смысла их тут держать. На эту сумму даже комнату в Игнатьевске не купишь. Ась, я понимаю, но ничего не могу сделать. Вот, пересчитай и распишись, что получила. И будут новости, я тебе сообщу. Буду ждать. Может, тоже салатик закажешь? Не могу есть. Вообще, эта беременность, какой-то кошмар. За что мне это? Может, за ложную беременность? Да, накаркала. Ты представляешь, что тут Борькина маманок мочила? Она мне подарила абсолютно адский агрегат. Молокоотсос. Ты прикинь. Ну, а что? Ну, полезная вещь. Да. Типа, от мастита помогает. Да? Угу. Очень. Только я не дойная корова. И вообще у меня не вымя, а грудь. Девчонки, привет. Привет. Полина, тебя не узнать. Так это я уже похудела. Во время беременности вообще на 20 килограммов поправилась. Ничего себе. А присоединяйся к нам? Нет, я не могу. Мне малышку еще кормить надо. Режим. Все, девчонки, побежала. Давай, давай, давай. Ну, нет. Такого счастья мне точно не надо. Вот это Полинку разнесло. Как матрешка стала. Ну, тут не переживай, у тебя, конечно же, так и не будет. Не-не-не-не-не. Я все решила. Я не буду рожать. Нин, помоги мне еще разок. Последний. Небесплатно, разумеется. Любой каприз за ваши деньги. Ага. Ну, послушайте меня, пожалуйста, это важно. Да подождите вы. У нас же силой отняли дома, это преступление. Чем больше у нас будет подписей под заявлениями, тем больше у нас шансов. Я не буду ничего подписывать. Если мы объединимся, мы хотя бы добьемся нормальных квартир, вы это понимаете? Да нам и так до конца лета дадут. Обещали же. А пожалуешься, вы вообще ни с чем останешься. Ася, иди отсюда. Не баламуть ты народ. Из-за тебя и так люди пострадали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ася! Здравствуй. Стой, Ася. Раз уж мы встретились, давай поговорим. Как ты? Как дед Максим? А будто ты не знаешь, что дедушка умер из-за тебя. Как ты умер? Что случилось? Я нашла твой блокнот. Ты его на пасеке потерял, когда с подельниками к нам приехал. Какими подельниками, Ася? Это какой-то бред. Я был на пасеке только один раз, тогда с тобой. Хватит врать! Зачем ты приехал? Я хочу исправить свои ошибки. Я хочу найти вам нормальную квартиру. Я правильно понимаю, ты тоже в этой общаге оказалась? Нет. Представь себе. Я вышла замуж. И у нас есть своя квартира. А твое досье я отдала участковому. Так что жди повестки. Ася, это какое-то страшное недоразумение. Пожалуйста, поверь мне. Я больше никогда не хочу тебя видеть и слышать. Никогда. Понял? СМЕП Ratج ЛИРИЧАЕТ СМЕП ЕС ЯКИ ИТОА ТВ СМЕП ЕСош€ СМЕП ЕС double Значит, алиби есть. Повезло. А то пришлось бы постоянно дергать у вас, вызывать. Вы бы лучше сами немного подергались и начали искать настоящего преступника. Так мы и ищем. Только это дело не быстрое. А я понимаю, что не быстрое. У вас хоть какие-то зацепки есть? Вы что думаете, я тут перед вами сейчас буду отчитываться? Идите с миром и больше компроматом не разбрасывайтесь. А вы не скажете, где в Игнатьевске находится Росреестр? Думаю, выбрать себе участок поближе к Медовому. Да. Да. Айска, ты чего там? Айска, а что ты хочешь делать? Айска, 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 айска. Что случилось? Да я не знаю, айска. Ась, да что, убери тяпку. Ее надо вентиль, перекрыть вентиль. Ты видишь, он мне не уходит. Сейчас, сейчас мы его победим. Вот так вот. Я вообще не ожидала, я открыла и он вылетел. Ах, фигня. Стояк перекрою, кран заменю. Давай переодеваться, давай, простудишься. Бегом, 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 бегом. Давай. Давай. Вентиль. Ну что, поздравляю. Место идеальное. В какую сумму хотели бы уложиться? На бюджете не думайте. Главное, чтобы дом был добротный, современный, стильный. И со всеми удобствами, разумеется. Прошу прощения. Да? Боря, я в больнице. У меня был выкидыш. Что? Мы потеряли ребенка, Боря. Прошу, приедьте, пожалуйста. Сейчас. Я сейчас приеду. Илья, простите, пожалуйста, мне очень срочно надо ехать. Значит, дом я буду строить сто процентов. Как только освобожусь, я вам наберу. Да, я пришлю смету и проект на почту. Да, да, было бы здорово. Спасибо. 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 Дом Кораблевых добровольно продан. Слушай, Аська, а может, хватит уже воевать, а? Ну, у этих богатей все куплено и бестолковая эта затея. А нам и этой квартиры хватит. Ась, выходи за меня. Сереж, я не могу. Я беременна от Бориса. А мне все равно. Я тебя люблю, Аська. И ребенка твоего, примуку своего. Аська, не переживай. Вместе твоего горошина поднимем. Родное. Аська, не переживай. Вместе твоего горошина поднимем. Родное. Наконец-то. Я могу нюхать цветы. И меня не тошнит. Это для тебя важнее, чем потеря ребенка? Нет, конечно. Но просто у меня был токсикоз. Я вообще ничего есть не могла. Да. Кстати, а что мне ты тут такое принес? Да. Вот это надо. Так, хочу ты жить здесь или нет? Борь, ну как там, Ера-то? Вроде ничего. Как-то даже не сильно расстроилась, как мне показалось. Ну-ка, ты понимаешь, ты представить себе не можешь, что такое для женщин потерять ребёнка. Лен, ну не причитай. Не видишь, он и так расстроен. Да я ещё из-за Медова расстроился. Был сегодня в Медово, у меня таких-то вещей нет. Рассказали. Людей избивали, из домов выгоняли, заставляли за бесценок продать свою собственность. Обманул меня Юрий Львович. Почему же сразу Юрий Львович? Да потому что я видел документы, мама. Я должен как-то это исправить. Всё равно. Ты-то тут при чём? Ты же никого не выгонял. И вообще, подумай лучше Алерия. Ей нужна сейчас твоя поддержка. Я в этом тоже замешан. Ладно, с Медовым разберёмся. А дом я построю. Для Аси. Сегодня уже с архитектором встречался. Вот это правильно, по-мужски. Возникнут проблемы с деньгами? Не стесняйся. Помогу. Субтитры создавал DimaTorzok Аська, ты чего? Давай. Ай! Ты чего? Больно? Аська, прости, я не хотел. Правда, не хотел? Серёжа, ты здесь ни при чём. Кажется, началось. – Что? – Что-нибудь? Звоню в скорую. Алло, скорая? Ну? И как моя любимка сегодня будет увиливать от секса? Священно? Авраал. Зарубежные партнеры. С фантазией-то у нас не особо богато, да? Ты напрасно ерничаешь. Я вчера действительно задержался за зарубежными партнерами. Угу. Вера, мне надо на работу. Ну, ничего. Опоздаешь. Я важнее. Не могу опоздать. Почему? Тебе можно. Теперь же ты у нас вице-президент. Угу. Ну, все-все-все. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, Максимка. Ну все-все-все-все-все-все-все. Маленький мой, не плачь. Сейчас. М-м-м. Что ж ты плачешь? Он мне пожрать перед работой. Серёж, я ничего не успеваю. Максимка постоянно плачет. Если ты его покачаешь, я сделаю тебе бутерброд. Бутерброд я и сам сделаю. И чего он орёт вечно? Если заболел, отвези его к врачу, я не знаю. Прикинь, ты даже позавтракать не успел. Адька не успела приготовить. Малой, орёт ты и орёт. Орёт ты и орёт. Вот тебе ищешь с помпошками. Ага. Прямо дозираюсь. Еще не высыпаюсь ни фига. Веришь, нет? Мне кажется, я его вообще ненавидеть начинаю. Лучше бы его вообще не было. Ладно тебе. Вырастет, будешь с ним на рыбалку ходить. Или в футбол гонять. Не ладно, Дим. Не ладно. Этот щенок меня жены лишает. Аська, то и делаешь. Только с ним цацкается. А на меня ей вообще уже пуф. Наелся. Вот и попал, чувак. Кто у нас такой хорошенький, м? Кому глазки такие красивые? Максимка? Ась, слушай, что не забыла тебе сказать. На днях в Медовом будет какая-то презентация. Вот. И вроде бы, а парень собирается привлечь каких-то инвесторов. В общем, я не очень поняла. Мне Гришка сказал, в новостях прочитала. Так наверняка СМИ будут. Как думаешь? А я думаю, показуху устроят. Так это ж классно. Мы ж сможем привлечь внимание к нашим проблемам. Ась, вот кому интересны ваши проблемы? Нет, ну, дома мы, конечно, этим не вернем. Но мы сможем поднять шумиху, и опарину придется заплатить реальные деньги. А не эти гроши. Подруга, вот не сидится тебе на месте, да? Вот повяжут вас. У тебя ребенок на руках. Да не повяжут. Одиночные пикеты еще не запрещены. А мы по очереди стоять будем. И еще людей из общаги привлечем. Их же тоже обманули. Квартиры не дали. Ну, как знаешь. С Максимкой посидишь? Ну, конечно, посижу. Да, Максимка? Борис, а это что за новости? Ты почему не едешь на презентацию? Да, лучше в офисе останусь. Работы полна. Значит так, слушай сюда. Инвестор наш перестраховщик. Он хочет видеть не только контракт. Он должен видеть надежного партнера. Солидную семейную кампанию. Понятно? Так что давай-ка собирайся. И это приказ, и он не обсуждается. А Лера тоже поедет? Конечно. Она будет его там сейчас развлекать. Давай-ка собирайся. Мы заполим здесь. Ничего стоим. Что это? Попали. 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 Она идет на вас справа. Вы совсем жури ненасыпные. Друзья, заходи. Попали. Попали. Счелок. Попали. Смотрите, какая красота там. Расскажите, как вы расправились с жителями Медового и заполучили их земли. Камеру убери. Я ничего комментировать не буду. Это провокация. Борис, разберись с ними. Егор Николаевич, ну, не обращайте внимания. Вы все это в происке конкурентов. Пойдемте к этой. Нет, нет. Дайте-ка я сам с ними пообщаюсь. Борь, а ты чего стоишь, как истукан? Асенькой своей любуешься? Борь, полицию вызывай. Что полиция сделает? Они просто стоят, ничего не нарушая. Значит, ты не хочешь заткнуть эту овцу? Хорошо. Я сделаю это. Вера, стой. Сейчас. Стой, я сказал. Тебе что, овца надо? Решила перед мужем моим покрасоваться? Прекрати, ты ведешь себя, как базарная баба. Боря, тянь. Ошибаешься. Я презираю твоего мужа-бандита. Он избивал людей дубинками и выселял их из собственных домов. Милая, у тебя что, совсем крыша от ревности поехала? Когда вас из домов выселяли, мы с мужем были во Франции. Так что своих бандитов ищи в другом месте. Все, хватит. Пойдем в машину. Поеду я. Здесь дурно пахнет. И я даже не хочу разбираться в этой ситуации. Егор Николаевич, то неужели вы поверили этой массовке? Да они же все куплены тут. Юрий Львович, я не участвую в сомнительных проектах. Уж простите, у меня принципы. Юрий Львович, ну ты и тварь. Юрий Львович, ну ты и тварь. Юрий Львович, ну ты и тварь. Ничего рассказать мне не хочешь, нет? Ти-и-и! Нет. Что ты хочешь услышать? Какого черта ты поперлась митинговать? О! А кто тебе уже рассказал? Не важно. В интернете уже все выложено. У тебя мозгов совсем нет, Ася. Я наоборот думала, что ты тоже придешь и поддержишь меня. Ведь опарин тебя тоже обманул. Да я уже забил давно, слышишь? Это ты у нас в каждой бочке затычка. А я людям обещала, что я добьюсь справедливости. А дедушка меня учил держать слово. Тебе с этими людьми детей крестить, Ась. Детей крестить. Всех любишь. Всех. Кроме меня. Борь. Борь. Скажи мне правду. Ты все еще ее любишь? Борь. Борь. Ну, я же видела, как ты на нее смотрел. На меня ты так никогда не смотришь. Ты даже избегаешь меня. Ты даже избегаешь меня. Меня это напрягает. Мы же семья. Лера, я с самого начала понимал, что из нашей семьи ничего хорошего не получится. И ты прекрасно знаешь, что я женился на тебя только из-за ребенка. Что ты сейчас от меня хочешь? Я? Я хочу, чтобы ты любил меня. Меня, а не ребенка. Ты же принимала меня как инкубатор, поэтому все таки вышла. А я, я не хочу быть инкубатором. Так, может быть, не было никакого выкидыша? Может быть, ты избавилась от ребенка? Какой ты догадливый, Боренька. Да. Не было никакого выкидыша. Я сделала аборт. Ты серьезно? Да. Да, я серьезно. Да, я убила твоего ребенка. И в этом виноват только ты. Ясно тебе? Знаешь что? Хватит с меня этого всего. Ну, Боря, ну, подожди. Ну, я тебя прошу. Я же тебя люблю. Боря, не уходи. Ты еще пожалеешь об этом. Боря, не уходи. Пошел, давай. Пошел, давай. Что-то случилось, сын? С Лерой развожусь. Не люблю ее. И никогда не любил. Налей мне. Ответил бы сын. Ни о чем мне с ней разговаривать. В Медово поеду. Разберусь, кто устраивал эти погромы. Ася до сих пор думает, что это моих рук дело. Полиция никого не ищет. Значит, сам найду этих уродов. Вот правильно, сынок. Жить надо по справедливости. С ума сойти. Пить среди ночи. А ты что тут делаешь? С Лерой поругался. Мать, иди спать. Ну что, прям так и сказал? Ты чужих людей любишь больше, чем его? Да, я даже не знала, что ему ответить. Да, Ась. Такой из ревности сделаешь все, что угодно. Ага, все. Все, все, все. Сереж, нам надо поговорить. Аська. Привет, Аська. Че такое? Скажи, это ты? Подкинул блокнот на пасеку. Субтитры сделал DimaTorzok Дом, ты чего, Аська? Действительно думаешь, что это я? С ума, что ли, сошла? Тогда или нет? Да, конечно, нет. Серый! Там домкраты поехали! Сейчас тачка рухнет! Давай, помогай! Давай, давай дома поговорим, ладно? И дуру эту из головы выкинь! Идет серенький волчок и мукусин за мочок. Ася, а ты правда считаешь, что это я подбросил тебе блокнот этого урода? Что? А? Нет, ну ты, ты объясни уже, я что-то не понимаю, но это же его блокнот. Это не мог быть Борис, у него алиби. Он в это время был во Франции, он не мог оставить блокнот на пасеке. Он тебе наговорит. Лапшу стряхни. Только вот я здесь ни при чем. Да вот только ты знал, где мы храним запасной ключ с дедушкой. Знал. Да и вот только сделать это мог кто угодно. Почему это кто угодно? Да потому. В Медовом все соседи знают, где и у кого лежат запасные ключи. На случай, если привезут эти газовые баллоны, а хозяев дома нет. Это правда. Глупо меня в этом подозревать, Ася. Я просто и не знаю, что думать. Да, я не скрывал, что мне не нравится этот шнырь. Да вот только это же не повод. Сережа, Сережа, вы прости, я не знаю, что на меня нашло. Да, ну ладно, я не знаю. Сережа, не надо, пожалуйста, подожди. Подожди, дай Максимка уснет, не надо. Да не надо, чего он так поднимает? Я, я прошу тебя, не надо. Все, все, все. Ну, я все равно на душе кошки скребут. Как я могла, так и Сергею подумать. Вот он напился вчера. Ася, если любит, простит. Ты же извинилась? Извинилась. Слушай, знаешь, я так насчет участкового подумала. В смысле? Ну, мне кажется, он во всем этом замешан. Так ощущение, что он даже ничего не делает, чтобы найти тех бандитов. Ну, сейчас, конечно, много оборотней, но у меня в голове не укладывается, что дядя Саша тоже такой. А то они и оборотни, что на них сразу так и не скажешь. Слушай, а прокуратура что-нибудь говорит? Да ничего, дело-то закрыли. Понятно. Максимка, давай-ка спать. Мы же хотим вырасти такими же большими, как наш папа. Иди, черт. Измазался весь. Диман, дай тряпку какую-нибудь. Ща. Не знаю, куда засунул. Щас найду что-нибудь. О, держи. Ты дурак. А че такого? Поприлично ничего не было. Да тряпка как тряпка. Ёк-макарёк. Я свечи забыл купить. Диман, сгоняй, а? Серый, ты че? Сам сгоняй, мне еще тормоза прокачивать. Или ты прокачаешь? Нет. Сам схожу. Валерий Александр Ильич, какими судьбами в наших краях? Здравствуйте, Иван Аркадьевич. Здравствуйте. Я, видите ли, по частному вопросу, дело щекотливое. Я вас слушаю внимательно. Мне нужны надежные ребята, вроде тех, что помогали нам тогда в Медовом. Тут я вам ничем помочь не могу. Я не знаю этих ребят. Все организовал местный участковый Ермохин. Тут у него и интересуетесь. Телефончик не дадите? Вот. Только хочу сразу предупредить, в случае чего я вам ничего не говорил. Разумеется. Договорились. Если на этом все, разрешите откланяться. Низкий поклон Ильичу. Обязательно передам. Только хочу сразу предупредить, в случае чего я вам ничего не говорил. Побудешь с Максимкой? Тут там, около гаража, вечно такие лужи. Я в прошлый раз коляску полвечера отмывала. Ну, конечно, побуду. А ты давай беги, мужу порадуй. Твой он хоть блины и ест. А мы ему только борщ подавай. Тесто не признает. Представляешь? Ой, ладно. Я побежала. Мы потом с Максимкой тебя до работы проводим. Дим, привет. А где Сережа? Привет, красотка. А Сереге нет, он на рынок пошел. Что-то передать? Я вам тут блинчики сделала. А то он целый день голодный. Только они протекли, я, наверное, маслом ног добавила. Я тряпку возьму? Какие у вас странные тряпки. Почему странные? Обычные тряпки. А это что такое? Откуда у вас маска? А это кто-то из пацанов принес. Сюда много кто заходит. Определённый Носов. Первый подозреваемый. Ну, хорошо. Вот, предположим, это Нос. Это Нос. Что мы имеем против него? Да всё. Ась, кроме той маски, которую ты видела в гараже, практически ничего. Это не повод, чтобы подозревать. Такие маски есть у всех, кто катается на мотоциклах или на этих горных лыжах. Ты, наверное, как всегда права. Но я как увидела эту маску… Хорошо. Вот давай рассуждай дальше. Вот. А это кто? Твой муж. Ну что, он друг Носа. Что мы имеем на него? Ничего. Ничего, кроме подозрений. Вот. Ты знаешь, я думаю, у Сергея был реальный мотив подставить Романова с блокнотом. Ну, какой мотив? Ревность. Я тебе хочу сказать, это очень крутой мотив. Нет. Серёжа здесь точно ни при чём. Тем более, мы с ним говорили об этом. Ась, ты просто не хочешь в это верить? Ань, ну, конечно, я не хочу в это верить. Но это же мой муж. Как я могу в это поверить? Хорошо. Ладно. Вот тебе третья версия. По всём этому, может быть, завязан участковый. Уж больно долго он ищет этих бандитов в масках. Да чего? Ну, это же дядя Саша. Дедушка с ним дружил, он его своим учеником считал. Он к нам домой постоянно приходил. Совет у дедушки спрашивал. Ну, тогда что мы имеем? Да ничего мы не имеем. Ну, вот знаешь, что подозрительно? Бандитов было четверо. Двое из них говорили, а два других постоянно молчали. Может, не хотели выдавать себя по голосу? Подумали, вдруг ты или дед Максим опознаете их? Ну, значит, что это не заезжие, это местные, свои. Смотри. А что нам это дает? Да ничего. Может, это правда Сережа и Дима нос? По росту и по комплекции похожи? Тань, ну этого же не может быть. Ася, в жизни всякое бывает. Особенно, когда на кону стоят такие деньги. Вот ты мне скажи, на какие шиши Сергей купил себе квартиру? Да. Деньги с продажи дома и кредит. А ты видел этот кредит для договор? Нет. Я же не знал, что она придет и блинчик тебе принесет. Короче, она видела маску. Вот ты урод нос. Я тебе сколько раз говорил, чтобы нечего осветить в гараже такие вещи. А если Аська догадалась? Да ничего она не догадалась. Я наплел ей с три короба, а она и поверила. Точно поверила? Вроде. 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 Ой. Чего такое вот сделать, чтобы Аська эту всю дурь из головы выкинула и перестала меня подозревать, а? Может, подарить что-нибудь? Брюлик? Да ладно. Клык даю. Брюлик, а лучше друг девушек. Проверено. У нас есть что выпить? Так ты ж в завязке. Ага. Завяжешь тут. Глянь, вот тот шкафчик должно быть. Что ты ищешь? Да я. А просто порядок навести хочу. Ты так неожиданно зашел, что напугал. В этом смысле? Ты ж моя чистюля моя. Ты ж моя чистюля. Серёжа, что ты делаешь? Отпусти. Стой. Я хочу тебе кое-что показать. Смотри. На ручку. Нравится? Конечно. Нет, так не пойдёт. Серёж, ну не надо. Как не надо? Я что могу? Серёжа, пожалуйста, не надо. Серёжа. Ну не надо, пожалуйста, Серёжа. 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 Здрасте. Друзья, вы ведь из Медового, да? Тебе чего тут надо? А вы не скажете, где сейчас живет Ася Кораблева? А опять вынюхиваешь? Давай крути педаль, пока не дали. Ясно. Сколько? Чего сколько? Сколько денег вы хотите за ответ на мой вопрос? Мне твои грязные деньги даром не нужны, а Аси здесь нет. Может, договоримся? Она с Серегой Моторкиным живет. Зеленая аллея, пятнадцать. Девятый этаж, квартира слева. Ну, я уже… Здравствуйте. Верочка, хочу еще выпить. Давай. Ну, а ты чего стоишь? Принеси мне мои закуски какой-нибудь. Ну, зачем тебе это? Старая непричемная прислуга, а? Но Маруся в нашем доме уже до мноек не привыкла. От таких трудных привычек надо избавляться. Я сама буду решать, от чего мне избавляться. А, я хочу выпить. Сначала вина, а потом тебя. Годна. Ну, иди, возьми себе. Давай, жду тебя в спальню. Вам что-то нужно? Да, вот, хотел высказать свои претензии. Почему до сих пор нет вина и закуски? Молодой человек, ваши претензии неуместны. Я работаю у опаренных, а не у вас. Да и, слава Богу. Я бы так не распустил прислугу. Так ты принесешь, что тебя просит? Я прислуга, а не официантка. И, по-моему, вам уже хватит. Да, отлично. Ты уволена. А это не вам решать. А, я тебе обещаю, ты здесь больше не работаешь. Что случилось? Маруся, что с тобой? Я ее уволил. Но это у тебя моложе и покладись тебе. Делайте, что хотите. Но такого унижения я не потерплю. Вообще-то, это мое дело, поймать Марусью или нет. Я тебя посылала за мной закуской, а не разбираться с прислугой. Я твой мужчина. И мне решать, когда есть, что делать. Плюс у меня есть чумовая идея. Да пошел ты. Маруся! Маруся, постой! Тут я вам ничем помочь не могу. Я не знаю этих ребят. Все организовывало местное участковое Ермохин. Вы и поинтересуйтесь. Только хочу сразу предупредить, в случае чего я вам ничего не говорил. Ну, что скажете? Мы давно наблюдали за участковым Ермохиным. За ним водились кое-какие грешки. Но это уже перебор. Скиньте, пожалуйста, этот аудиофайл мне на телефон. А вы берите диктофон. Маруся! Маруся! Маруся, подожди! Маруся, пожалуйста, давай поговорим. Ну, что ты слушаешь этого урода? Ну, Маруся! 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 Ася, что-то не так? Ася, ты прости меня, если я типа вчера грубоват был. Просто очень хотел тебя. Я не очень хорошо себя чувствую. Ася, иди ко мне. Тебе не понравился подарок? Конечно, понравился. Тогда почему ты его сняла? Я боюсь им случайно поцарапать Максимку. Ась, я очень тебя люблю, слышишь? Серёж, Серёж, ты мне мешаешь укладывать Максимку. У тебя всегда ребёнок на первом месте, Ась. Конечно, на первом месте. Он беспомощный и беззащитный. Где же? Куда же он мог спрятать? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая же я дура. Молодец, что сразу мне позвонила. Так, только ничего не предпринимай, пистолет верни на то место, где нашла. Хорошо? Хорошо, Александр Васильевич. Ага. А я скоро буду. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не подходи. Ась, зачем ты так? Тебе сейчас все объясню. Ты отдай мне пистолет. Я, оказывается, все это время жила с убийцей. Я никого не убивал, Ась. Это ты убил моего дедушку, ты и твои друзья. Ась, дед Максим умер сам, и ты это прекрасно знаешь. Он умер сразу после вашего налета. Да заткнись ты, а! Ась, я сожалею, что получилось. Я думаю, будем счастливы. Но не надо было тебе искать эту справедливость, потому что ее нет. Слышишь? Слышишь? Ее нет! Адургин, ты что, идиот? Ты что натворил? Тебя теперь будут искать. Все, я тебе больше не помощник. А я тебя помощи и не ждал, урод. Ася! 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 Миловь! Миловь! Тихо, тихо! Это я! Ася! Это я! Все хорошо слышишь? Все хорошо, я рядом. Максим! Максимушка! Испугался мой сладкий. Тихо, тихо, тихо. А мы с тобой. Не плать. Все хорошо. Ася! Слава Богу, ты жива! Где Сергей? У него пистолет. Я когда пришел сюда, не знал, что Моторкин здесь. Он меня вырубил. Но ничего, никуда не денется. Объявим план перехват, обыщем каждый кустик. Так, Ася, мне нужно взять у тебя показания. Так. Так. Она даст показания следователю. Он уже выехал на место. А вы, Ермохин, арестованы. Александр Васильевич? Ну, привет. Не знаешь дядю, да? Давай знакомиться. Я дядя Боря. Надь, улыбается. Все, мы подружились. Давай Максимку. Ему спать пора. Ой, какой классный пацан и спокойный. Я тоже такого хотел. Жаль, не вышло. Он спокойный, потому что сытый. Спасибо, что спас нас. Да, пустяки. Как ты узнал, где я живу? Если очень захотеть, можно в космос полететь. Я к тебе приехал. Ко мне? Ты же мой номер заблокировала. Я звонил, пытался предупредить тебя об опасности и хотел сказать, что я тебя люблю. Ну, ты женат? Это в прошлом я развожусь. Мать, надо уезжать отсюда. Нет, Боря, я не могу. Я не могу оставить пасеку. Это память о дедушке. Я не могу. Сейчас, прости. Алло. Боренька, сынок, Лера попала в аварию. Как? Что случилось? Она в больнице, в тяжелом состоянии. Какой ужас. Приезжай скорее. Ей так нужна твоя поддержка. Ой, не даром мне сегодня дурной сон приснился. Ох, не даром. Что-то случилось? Ай, Лера в аварию попала. В реанимацию. Господи, горе-то какое. Ты езжай скорее. Ты ей нужен. Нет, нет, нет. Я никуда не поеду. Я не могу оставить вас здесь одних. Это опасно. Мы же не маленькие. Справимся. Нет. Давай лучше, Рэб. Давай лучше я заберу вас к себе. К моим родителям. По вере, они будут счастливы. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Мне кажется, это замечательная идея. Особенно пока этот уголовник на свободе. Ась, пожалуйста, верь мне. Хорошо, я согласна. Отлично. Лен, не томи. Ну, что сказал Борис? Сказал, что приедет завтра с этой Асей. И с ребенком. Андрюша, вот зачем ему чужой ребенок, а? Раньше нужно было причитать, когда женили его на дочке опарина. Так я ж хотела, как лучше. Борька давно уже взрослый. Сам знает, как и с кем ему лучше. Андрюша, он наш сын. И при том единственный. Когда они приезжают? Ой, завтра пойду приготовлю комнату для этой Аси. КОНЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА